Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и несколько необычное видео. Вы знаете, что у нас на сайте установлен счетчик Яндекс.Метрики и я периодически по вечерам, как правило, перед сном просматриваю. А чем же интересуются наши посетители? Что их интересует в первую очередь? Какие они поисковые запросы организуют на своем компьютере и попадают тем или иным образом на наш канал? На наш канал, прежде всего, YouTube и переходят на наш сайт. Иногда вопросов много, иногда не очень много. То, что вы сейчас видите на своих экранах, это запросы, если не ошибаюсь, вчерашнего дня. Сегодня у нас 14-12-2017 года. Следовательно, вот этот вчерашний запрос от 13-12-2017. И что я вчера увидел вечером, просматривая Яндекс.Метрику. Понятно, человек заинтересовался ММПА и вариантом Березина на 377 утверждений. Далее, человек поинтересовался автоматизированными методиками ЛПФО, как то ОНП и НПУ, то есть уровень нейротизации, психопатизации и методикой нервно-психической устойчивости. Тут запрос просто был ЛПФО, кто-то заинтересовался методикой классификации предметов и ее описанием. Кому это интересно, сходите, у меня есть много видео по поводу этой методики, основной и основополагающей методики классической клинической патопсихологии. Опять же, тут тоже стимульным материалом интересовались. Методика у нас реализуется, продается, стоит, в общем-то, недорого и она является основной в некотором смысле при каких-то патопсихологических, клинических обследованиях, исследованиях в разных ситуациях, в разных обстоятельствах, будь то медицинской психологии или психофизиологии. Опять ММПА и по Березину интересовались непосредственно НПЦ Экменова-Уральск, ПЗМР простой зрительно-моторной реакции. И почему я записываю это видео, тут несколько мне было очень смешно, я так хохотнул про себя. Значит, запрос был сформирован человеком так. Правильные ответы по тесту Березина. Ну, это анекдот. Надо сказать, первое, четко сформулировать мысль о том, что правильных ответов по тесту ММПА в варианте Березина не существует. Это удивительная методика, она уникальна и одна единственная такая методика, в которой нельзя дать правильные или неправильные ответы. Удивительная вещь. Мы привыкли рассуждать на бытовом уровне, что вот, значит, есть тест, есть какие-то на него ответы, и, соответственно, они могут быть правильными или неправильными. В принципе, это применимо, предположим, в каком-то тесте интеллекта. Например, в кратком отборочном тесте или тесте Равена и так далее. Но это тесты интеллекта, где надо что-то посчитать или, допустим, оценить вербально или невербально и так далее. А ММПА это тест, многоаспектный личностный тест. То есть он миннесотский многоаспектный личностный тест. Соответственно, удивительная вещь, она единственная в своем роде во всем мире, в России, в мире, неважно, где в Америке, в Европе, где угодно. Этот тест уникален. В нем нельзя дать неправильные ответы. Они могут быть истрактованы только как присущие той или иной нозологии. Это тест клинический, ММПА Березина, ММПА МИЛ. Соответственно, как бы вы ни ответили, для вашей личности, для вашей психики, эти ответы будут правильными. Специалист их может трактовать уже в свою очередь, как присущие по нозологии, допустим, шизофрении, эпилепсии, ну и так далее. Там, каким-то расстройством личности, социопатии, психопатии имеется в виду, в старинке, если выражаться, каким-то невротическим проявлением в структуре вашей личности. Но правильных ответов не существует. Подгадать, подбить какие-то варианты. Это просто-напросто физически невозможно. Ну, собственно, вот и все, о чем я хотел сегодня вам сказать. Некий маленький такой, кто знает, тот понимает, маленький анекдот. Вот, правильные ответы по тесту Березина встречаются. Иногда очень интересные запросы. На этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...